всем привет дорогие друзья для начала буквально минутка вашего внимания зачитаю донаты и здесь интересный вопрос есть всех благ вашему проекту в россии на данный момент нет знаний ценнее ваших далее пост скрипту задаю вопрос на который не нужно отвечать если нет такого желания что делать если вы нуждают уехать в венгрию на несколько лет неужели от меня хочет избавиться моя родина нет конечно же в прошлом ролике я эту тему поднимал и упомянул относительно существования такого термина как карма государства действительно такая карма существует но эта карма она не является в некоторой степени живой да то есть она не импровизирует на самом деле то развитие судьбы которая проявляется в нашей жизни она связана непосредственно с нами самими но здесь важно учитывать многие факторы и карму государства в том числе но также учитываются еще карма родителей карма собственно планеты карма времени карма эпохи той эпохи в которой мы живем сейчас допустим калий юга существуют еще кармические тенденции связано с тем поселением в котором вы находитесь и так далее но этот элемент на самом деле думаю что многие замечали что когда мы переезжаем из одного города другой то в разных городах мы себя по-разному ощущаем и в разных городах в нашем случае развивается именно по-разному наша судьба это весьма примечательный элемент и уверен каждый на это обращал внимание вот в данном случае страна ни в коем случае от вас не пытается избавиться не надо ничего додумывать в нашем случае это просто кармические тенденции которые есть у нас еще с прошлых воплощений к этому нужно относиться очень философские если нас судьба подталкивает куда-то то можно принять данное решение в том случае если данное решение не повлечет за собой усугубление наших кармических каких-то элементов жизни другими словами если мы поехав к примеру в венгрию не совершим каких-то серьезных греховных поступков которые осквернят впоследствии нашу судьбу то есть учитывая состояние нашей мудрости мы должны проанализировать каким образом будет развиваться наша судьба там далее к чему это приведет и дальнейшее собственно развитие событий в нашей судьбе мы должны понимать осознавать и уже из этого мы должны принять решение другими словами для примера да если вы выезжаете в венгрию для работы куда-нибудь на мясокомбинат то я бы воздержался потому что эта деятельность связанная с мясной промышленностью она несет очень тягостные кармы в судьбу самого человека да то есть работать на таком предприятии крайне неполезно если вы едете работать к примеру в медицинское заведение то есть спасать судьбу людей тогда в этом есть смысл и в этом случае вы конечно получите очень хорошую карму и вы еще даже если есть какие-то негативные тенденции в деятельности венгрии к примеру то благодаря своей деятельности вы сможете как бы трансформировать или нивелировать негативное влияние и так далее если вы к примеру едете работать куда-нибудь в казино то опять таки воздержитесь либо на алкогольное предприятие либо едете на работу в какой-то алкогольный магазин тоже воздержитесь потому что это у крайне неблагоприятная карма если же вы едете для примера работать на какое-то предприятие с созидательными элементами да то есть но вы будете заниматься строительством то есть служение общества то это благоприятная карма а если будете заниматься строительством храма то еще лучше то есть вот такие моменты нужно учитывать на самом деле эти элементы вроде бы как бы не видны но они впоследствии сказываются в нашей судьбе в нашей жизни и еще один донат спасибо за работу привет из города лермонтов город лермонтов привет спасибо друзья что помогаете поддерживайте время сложное это конечно очень ценно и конечно же естественно вы все таким образом становитесь частью этого проекта еще шесть лет назад когда я начал делиться знаниями я уже тогда обещал что наш канал будет одним из если даже не самым мощным в плане донесения знаний то есть той глубины знаний которыми я могу с вами поделиться нет ни у кого причем не скрываю даже техник того как я получаю эти знания большинство к примеру блогеров об этом не рассказывают это конечно же связано с тем что большинство из них как бы дают немножко нечестное знание вот но и способы их получения знаний они чаще всего также вымышленные но для примера существует канал родина да и по-моему несколько лет назад вышел ролик довольно известный ролик в котором он утверждал относительно того что путина сменят в 2020 году и приводились даже какие-то доводы и на самом деле у меня даже было к тому времени несколько общений с подписчиками которые всячески не пытались доказывать что он вещает правдивые знания я же тогда уже говорил что он на самом деле лжут и весь его канал немножко построен на лукавых знаниях и то как он получает знания это тоже немножко нечестные знания но или нечестные способы получения знаний потому что они в общем-то не от бога ну как он утверждает и вот пришел 2020 год и оказывается что путин то власти остается плюс еще мы принимаем всей страной поправки конституции согласно которым у владимира путина появляется возможность еще и продлить свои полномочия он их продлить дорогие друзья поэтому в этом плане я за свои знания всегда отвечаю да то есть дал слово тогда уже что у нас будут настоящие знания и не заранее то что в комментариях под видео первые несколько лет был откровенный бардак потому что люди многие были недовольны тем что я говорил и про россию про украину сейчас в то же самое время вы можете видеть что все то что я говорил она так или иначе сбылось либо сбывается то есть вы сами можете видеть результаты и про россию и про украину и про другие страны о которых говорил по большому счету те духовные знаки которые я тогда уже описывал они проявлены в нынешнее время и это благодарность признательность всем вам всем тем людям которые поддерживают канал могу сказать даже больше этот канал существует благодаря вам сегодня также расскажу видение видение очень необычное и учитывая то что в одном из комментариев под видео просили не забывать о украине шановни то вы думаете что я может забудь про украину то цеж моя ридна нынка то цеж моя маты и пусть эти слова не будут для вас пустым звуком я всегда очень волнуюсь данном государстве данной стране очень люблю свою страну и даже когда мои соотечественники стыдятся того чтобы их к примеру называли хохлами мне например приятно когда не называют хохлами потому что хохол это символ казачества это такой элитный знак которого нельзя чураться к сожалению украинцы в нынешнее время бояться и стыдятся того чтобы называли хохлами и они боятся того чтобы их по большому счету называли потомками своих предков казаков я вот это вот не понимаю мне никогда не стыдно если кто-то мне скажет там ты хохол да я скажу да я хохол да я горжусь этим друзья я считаю что да я хохол я потомок тех казаков которые защищали нашу украину защищали от тех же самых турков татар шеков прибалтов кого угодно есть у меня друг родился и вырос и большую часть жизни он провел на территории закарпатской области это западная украина и вот он мне звонил буквально две недели назад и мы с ним долгое время общались это была ночь с часу до двух или до полтретьего мы с ним проговорили и он очень просил чтобы я записал на эту тему ролик а почему не записал сразу вы знаете я размышлял размышлял стоит ли мне поднимать эту тему стоит ли мне погружаться вообще в эти как бы вопросы потому что эти вопросы уже ближе к политике но в то же самое время я тогда пообещал обещание нужно сдерживать это раз во вторых как бы там ни было все же политиками себя не считаю и в политических темах не очень то понимаю но тем не менее я могу привнести данные политические вопросы энергии или же знания связанные с духовным миром и это будет крайне полезно то есть я на самом деле законодательство не нарушаю и со своей стороны конечно же погружаться в политику заниматься каким-то откровенным критиканством я не буду но тем не менее буду стараться привносить понимание того каким образом связано государство и духовный мир для всех нас это будет большим уроком мы тем не менее будем продолжать свое обучение духовное обучение я буду всячески стремиться показать что этот материальный мир он не единичный также существует еще духовный мир от которого по большому счету все зависит то есть все события начинаются в духовном мире и здесь они проявляются и всем событиям в нашем материальном мире всегда предшествуют события которые проявляются в духовных мирах поехали зачитаю очень важную статью а потом мы ее обсудим глава мид украины дмитрий кулеба прокомментировал слухи в сми с предположениями что украина создает приграничный береговский район ударение могу неправильно ставить извините под влиянием венгрии об этом он написал на своей странице в фейсбук береговский район уже давно существует пока речь идет лишь о присоединении к нему виноградовского района в рамках реформы решение о присоединении этого района принимал не мид сообщил кулеба по его словам никаких обязательств о создании национальных районов во время поездки в венгрию он не брал и вообще не не ведет таких переговоров ни с одной стороной кулеба заявил что ни одно государство не имеет права диктовать украине каким образом организовывать общины районы или области на прошлой неделе министерство громады территории обнародовала проекты будущих районов украины в рамках административно-территориальные реформы в закарпатской области планируют оставить пять районов в том числе береговский с населением 200 тысяч человек небольшая статья и возможно она непонятно то есть речь идет о том что венгрия заинтересована в финансовой помощи нескольким районам закарпатской области но мы помним что во времена второй мировой приблизительно в это время эта территория отошла к украине но до этого времени закарпатская область была вся под влиянием венгрии и сейчас что делает венгрия она финансирует территории те которые ранее принадлежали до во второй мировой войне самой венгрии и теперь самый важный вопрос для чего все это делается когда мне мой друг позвонил он сказал что венгрия в его районе отремонтировала практически все дороги все школы все административные здания ведутся очень серьезные вливание финансовых вложений в эти районы обратите внимание к этому району который выливала венгрия деньги теперь добавляется еще один район то есть теперь венгрия будет заботиться уже двух районов и они как бы объединяться в один административный район на самом деле речь идет уже о автономии и мой друг когда мне звонил он и сказал что в ираке на самом деле то что сейчас происходит мы уже по большому счету живем под венгрией у нас все разговаривают на венгерском языке у нас все дороги ремонтируют венгрия за все несет ответственность венгрия и теперь самый важный вопрос дорогие друзья как происходят специальные технологии по тому чтобы частично выполнить отделение территории в каком-то другом государстве давайте вспомним крым это та же самая ситуация еще в двухтысячных я думаю что мы все прекрасно помним как лужков неоднократно заявлял что крым это россия помню дайте скандальные ситуации и правительство россии в то время она как бы так знаете отмекивалась говорит нет 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 мы никак не претендуем на территории украинского государства в то же самое время и украины заявляла что крым изначально является территорией украины никаких полномочий никаких прав высказывания лужкова не не имеет никакого отношения собственно к деятельности самой украины то есть его мнение это мнение частного лица и так далее но тем не менее лужков продолжал высказывать эту точку зрения и со временем обратите внимание люди привыкли то есть сначала государство назнать начинает возмущаться а потом все это приходит в привычку и люди смиряются они свыкаются с этой мыслью что крым может быть российским и что произошло в четырнадцатом году вспомнили да так вот если рассмотреть к примеру какие-то тайные соглашения мы только предположим что возможно договоренности еще на уровне кучма и ющенко уже были тогда то есть эти варианты рассматривались и теперь как работает сама эта технология делаются сначала вбросы то есть изначально конечно же речь идет не о политиках потому что политики довольно продажные и они на самом деле по большому счету являются завербованными агентами разных спецслужб соседних государств это на самом деле довольно известная как бы информация относительно всевозможных видов вербовок и естественно будучи агентами тех или иных политических структур секретных структур так или иначе они по-своему влияют на деятельность политики внутри самого государства политики по большому счету не являются препятствием для влияния других государств препятствием является сам народ но вот чтобы народ приучить к этой деятельности к этому пониманию делаются вбросы и делаются вот такие вот вбросы в прессе сначала начинают желтой прессы потом на национальное телевидение выходят и так далее и делаются вбросы относительно того что венгрия якобы претендует на территории допустим закарпатской области польши якобы претендует на какие-то другие территории но там действительно и у польши есть интересы свои словаки есть интересы и так далее сначала делаются вбросы и далее на уровне политических структур украины идет ответ причем на высоком уровне и ответ идет таков что соседние государства не имеют никакого отношения к территориальной целостности украины и по большому счету то что вышло в какой-то газете это фейк правильно правильно мы так и видим это постоянно сначала вброс потом опровержение сначала вброс потом опровержение но эти игры они на самом деле по договоренности они уже идут и с точки зрения политических кругов украины с таким расчетом чтобы народ привык к этой мысли с таким учетом чтобы народ привык что закарпатье это часть венгрии понимаем да а какая-то другая область западной украины это часть польши и вот эти вбросы они вынуждают народ смириться потому что если к примеру венгрия объявит что закарпатье это венгрия то народ возмутиться начнется война в буквальном смысле народ достанет оружие достанет виллы и пойдем не важно что там скажут политики будет война вот действительно то есть это очень опасно и к этому конечно же нет нельзя доводить людей а вот такие вот мягким методом когда нам постоянно вкидывают а потом опровергают с одной стороны вкидывают с другой стороны опровергают дорогие друзья вы обратили внимание на синхронность всех этих высказываний да как только идет вброс сразу опровержение с одной стороны как бы так должно быть но почему идет опровержение ведь целостность украины она не нарушена зачем идет опровержение если никто не претендует но как бы внешне сейчас в В нынешнее время никто не претендует. Это факт. Зачем опровергать то, чего не существует? Они на самом деле создают такой своего рода прецедент, чтобы люди действительно об этом думали и они свыкались с этим. Вот это вот и есть такие вот своего рода политические технологии, которые позволяют народу привыкнуть к этой мысли. А впоследствии, когда народ привыкает, он точно так же, как и жители Крыма, они начинают думать, что вот мы русские. Но понятно, что Крым, они изначально себя всегда чувствовали россиянами, потому что там на чистейшем русском языке они все разговаривали. И это нормально. Но в то же самое время точно так же на венгерском разговаривают многие районы Закарпатской области. Да, они разговаривают на венгерском. И естественно, у них менталитет уже венгров. Мой друг, он так и сказал, что мы уже находимся под венграми. Уже речь идет о том, что Закарпатская область, скорее всего, будет впоследствии существовать как автономная область с перспективой. Точно так же, как Крым отделился с возможностью отделения в пользу Венгрии. Естественно, все эти доводы, предполагаю, это мнение частного лица. Это мнение исключительно мое. И, как сказал мой друг, ты все равно, как юродивый, тебя все равно никто не слушает. Все боятся, все прислушиваются. В действительности, если также рассматривать деятельность политических кругов Румынии, или же Венгрии, Словакии, Польши, кроме всех тех элементов помощи, которые оказывают соседние государства самой Украины, самой Украине, я думаю, мы все заметили, что эта помощь никак благотворно на Украине не сказывается. То есть, помощь, якобы, оказывается, поддержка всячески осуществляется, но практической пользы нет. Это говорит о том, что помощь оказывается исключительно такая, чтобы Украина не развивалась. То есть, помощь, она только на словах. Но, по факту, эта помощь ведет к деградации, потому что мы сами видим, что с каждым годом ситуация все хуже и хуже, и хуже, и хуже. То есть, никакого развития, никакой промышленности, вообще ничего нет. Землю уже планируют продавать и так далее. И, конечно же, нужно задаться вопросом, а где же помощь? Она вроде бы оказывается, но по факту все только ухудшается. Это и есть показатель того, что помощь проявлена только лишь на словах. Это все слова. Или, скажем так, это камуфляж для реально неблаготворной деятельности соседних государств в отношении самой Украины. То есть, вроде бы помощь идет, но помощь оказывает только ухудшающее состояние на деятельность самой Украины. Это тоже видно. Это очевидные факты, которые может в виде вывода сделать любой человек. И сейчас украинцы уже сейчас они видят, что делает Европа с Украиной, что делает Америка с Украиной. И деятельность Зеленского и Порошенко, на самом деле, они сработали в обратную сторону. Я расскажу одно из видений, которое случилось в последнюю неделю. В состоянии медитации, начитывая мантру, в какой-то момент, оказавшись вне физического тела, увидел, что я нахожусь у себя на родине. Все те природные элементы, которые там существуют, они еще с детства во мне находятся, помнятся. И когда я оказался у себя в селе, на территории своего села, я обратил внимание, что я нахожусь по времени приблизительно в состоянии раннего утра, когда солнце встает, но еще так темно. Но в то же самое время уже все видно, как бы происходит какой-то восход. И стоял очень серьезный, очень мощный туман, что для Украины не характерно. Туманы на Украине бывают очень редко, и то только зимой. Либо, возможно, весной или осенью, но это тоже большая редкость. Вот у нас, там, где я жил, туманы бывают очень редко. И когда я оказался в этом пространстве, то есть раннее утро, восход солнца, густой туман, возникло ощущение, что я чувствую состояние именно Украины. То есть сам восход символизирует благоприятное состояние на территории Украины, но восход, он был очень необычный. К тому же мне было интересно относительно того, где же есть война, потому что почему-то политики всячески подчеркивают, что идет война и все такое. Но в духовном мире на территории Украины войны нет. Да, дорогие друзья, там войны нет. Не буду утверждать относительно каких-то там боевых действий, которые происходят. Возможно, что где-то и бывают перестрелки, под горячую руку кто-то где-то попадается и так далее. Но это фронт. Но войны как таковой нету, то есть нет боевых действий. И на территории Украины боевых действий нет, но энергия в некоторой степени кладбища присутствует. То есть состояние какой-то инертной деградации, она присуще всей Украине. Что самое для меня, что самое интересное, потому что такое чувство было, что Украина потихонечку умирает. Но это неприятно, когда ты смотришь на Землю, на самую плодородную Землю Европы, и ты понимаешь, что она находится в состоянии, я бы даже сказал, ужасном. Вот в плане энергии. И эти элементы, они предстали как бы воочию передо мной, я их чувствовал, я их осознавал. И меня больше, конечно же, интересовал восход солнца. Потому что когда я смотрел на восход, я видел, что с восходом привносится еще и какое-то другое свечение, другая какая-то светимость. Я начал, развернув голову на восток, именно там, где всходило солнце, я понял, что я смотрю именно на восточную Украину. Мы понимаем, что это и Днепропетровская область, это Кировоградская область, Херцонская область, Николаевская область, это и Полтава, Харьков и так далее. Я не говорю про те областя, в которых в нынешнее время имеется вооруженный конфликт. Я говорю про восточные в нынешнем ее состоянии областя, я их перечислил. Смотрел на эти областя, и я в какой-то момент увидел, что сквозь туман, который был, туман как бы начинает всегда отступать с восходом солнца. Туман отступал, и я увидел, как в земле где-то по пояс, где-то по шею, где-то по коленам находились люди. И это были мужчины. И мужчины, они были вплоть до того, что одеты в какую-то, знаете, вот такие вот национальные какие-то одежды. И у них были национальные прически и вот эти вот усы казацкие. Но большинство из них, они находились как бы или покоились в земле. И многие из них стояли почему-то на коленях. Кто-то стоял на одном колене, кто-то стоял на двух коленях. И они были погруженными в землю. И в какой-то момент с восходом солнца начал проявляться какой-то еще и духовный свет. И я для себя их назвал как казаки. И когда я на них смотрел, я понимал, что это предки. То есть это предки нас, как нынешних потомков. И будучи в земле, они начали пробуждаться, подниматься. И они смотрели почему-то постоянно на запад. И когда они поднимались, вставали с коленей, вставали, выходили из земли, я видел, что та осветимость, которая шла от них. Сначала я думал, что свет идет откуда-то из Донбасса. А потом в какой-то момент я осознал, что свет исходит вообще не оттуда. Свет как раз исходит из этих пробуждающихся каких-то древних могучих воинов. И они поднимались, распрямлялись и поднимались из земли. И у меня мурашки бегали по спине. И я думал, что в буквальном смысле у меня волосы станут дыбом, потому что я понимал, что это предки. Что это предки возрождаются. И в это же самое время я начал слышать какой-то странный топот. Как будто бы люди забегали по территории Украины. Я начал оглядываться. Я начал видеть, что с восточных областей начинают убегать какие-то бесовские создания. Бесы, демоны. И они бежали именно на территорию Западной Украины. Возвращались точнее. Я понимал, что вот эти энергии, которые в этих бесах присутствуют, они изначально не присущи Восточной Украине. И Центральной Украине, в том числе Киеву, например, Житомиру и так далее. Это действительно энергии какие-то бесовские. А я, кстати, уже записывал видео, когда я рассказывал, что на территории Украины движется какая-то бесовская грязная масса. Еще, по-моему, в 2014 году, когда еще был Майдан, я записал это видео и рассказывал, что нечистые энергии, грязные энергии движутся на территории Украины. И Украина как бы захватывалась демоническими влияниями. Так вот сейчас, когда эти древние казаки восстали из праха, вот эти вот бесы, они убегали на Западную Украину, и они убегали с каким-то странным таким шуршанием, топотом. И я понимал, что им уже больно находиться на территории Украины. И то, что происходит в нынешнее время, оно указывает на возрождение каких-то именно украинских идей, идеологии самой Украины, самого казачества, самой вот этой вот вольной Украины, которая была испокон веков. Не тех казаков, ряженых, которые на Майдане скакали. Это не казаки и не тех казаков, которые там позиционируют себя в каких-то экстремистских группировках, типа АЗОВ и так далее. А исконного казачества в душах людей. Но! Так же я не увидел, что будет война. Нет. Дорогие друзья, войны на Украине как бы не видно в нынешнее время вообще. Но! Вот эта вот харизма исконного казачества, она будет проявлена таким образом, что те люди или те национальные агрессивные идеи, которые были проявлены на территории Западной Украины, они будут подавлены. Подавлены самими украинцами. Просто они возьмут и закроют им рот. И все те люди, которые находятся в террористических организациях, там типа, как они называются, АЗОВ, Свобода, Правый сектор и все остальные клоунские организации, они будут впоследствии подавлены именно самими украинцами, но без силы. То есть люди поймут, что их обманули. И в нынешнее время, действительно, если посмотреть духовным зрением на территорию Украины, то можно сказать, что разделение проевропейских сил и исконных проукраинских сил, и мы не говорим про российские, потому что Россия очень сдержанно в отношении Украины себя ведет, а вот именно проукраинских, именно настоящих украинцев, они приблизительно уже соотносятся где-то 50 на 50. И есть тенденция относительно того, что Украина уже будет возрождать свою именно исхонную самобытность, а не агрессивные нацистские банд-подполья, которые были на Западной Украине. Ну вот как-то так. Смог ли я объяснить в нынешнее время? Ведение довольно сложное в том плане, что пробуждение людей будет связано с пробуждением предков, именно пробуждением каких-то наших исконных внутренних мотиваций, которые в нас все это время спали. А вот впоследствии все вот эти вот идеи, исходя от наших предков, они будут проявлены уже в людях. То есть люди действительно почувствуют себя хозяевами своей земли. Ну как-то так. Я даже не могу все это связать, потому что в духовном мире это выглядит приблизительно так, как я описал. А как это будет проявлено в качестве деятельности людей, не могу сказать. Но скажу одно однозначно, что войны не будет. И войны в нынешнее время не существует. Я думаю, что если бы Украина, к примеру, убрала бы войска, Донбасс бы остался бы на своих местах, и никто бы там не стрелял бы, и все было бы тихо. Уверен, что мы все понимаем, что это все искусственно. Все. Для этого видео достаточно. Поговорим на тему Украины еще в следующем. До новых встреч.